Девушки отдыхают Сегодняшняя тема Мотивация Морковка спереди Это ваши цели и мечты Морковка сзади Это ваши кредиты и долги Но вообще-то это не морковка Это яблоки Вообще-то спонсор сказал Бурундук это птица Это птица Рассматривай свои морковки С морковкой все понятно Ну а как стать богатой-то? Тебе что, больше всех надо? Она никогда не станет богатой Не выходя из дома Что значит не выходя из дома? Мы уже здесь Так Встали и вышли Ладно, оставайтесь Вас и так мало Я самая известная сетевик России Вырастила 59 миллионеров И в этом видео я буду делиться С щедро своими знаниями Да, и они не просто так стали миллионерами Они в первую очередь работали над своим мышлением У меня есть любимая фраза Меняя личность, меняется и на личность Это гениальная идея Просто класс Что такое работа над мышлением? В первую очередь это работать над вашими целями И мотивироваться от своих поставленных целей И правильно их ставить самое главное Ну а в обычной жизни это называется Морковка сзади, морковка спереди И обычно наш народ мотивируется кредитами, долгами Тут же сразу думают, как заработать денег, куда бежать Это и есть в простонародье Это и есть морковка сзади Что такое морковка спереди? Это когда вы мотивируетесь не от ситуации А от ваших желаний, от ваших мечт Мечты превращаете в цели А целью уже как распланированным планом Двигаетесь к нему И достигаете этих результатов Поэтому вы сами, конечно, в жизни выбираете Какими направлениями мотивируются Сзади или спереди Но я всегда говорю Не ждите, пока вселенная вас не заставит мечтать И ставит цели Оставьте их сами и планируйте Не будьте бревном, который плывет под течением И за свои 15 лет я очень часто видел 80% людей приходят в команду В сетевом маркетинг Когда у вас морковка сзади Когда, например, ситуация возникла Кредиты не можете погасить Ребенку нужно оплатить институт Это не было вашей целью Никогда вы не писали погашение кредита Или ребенка Изначально мечтой это вашей не было Это ситуационная цель Которую нужно погасить И в основном 80% людей Когда погашают эти нужды свои Эти цели Они уходят из бизнеса И опять уходят в литургический свой сон Знаете, в болотце, где тепло и хорошо А вот когда вы учитесь мотивировать свой мозг Именно о цели В масштабах И по чуть-чуть доходить к нему Вы каждым разом будете усиливаться и усилиться Потому что мозг будет понимать Ага, эта мелкая цель достигнута Давай еще покрупнее поставим А еще покрупнее И тогда с вашей целью растет масштаб вашей личности И вы уже для вас не составляет труда любая цель Потому что вы будете знать, как к ней достигать Люди, которые от морковки сзади Это люди, которые от ситуации к ситуации живут И куда их прибьет ситуация От этого и отталкиваются инструментами Зарабатывают, достигают цели Ну, это изнашивание, моральное изнашивание Меня, например, это всегда морально изнашивает Это печально И резонный вопрос Зачем же ставить цели? Морковку спереди, да? А в свое время нас не учили мечтать И людям даже многим говорили Перекрати мечтать, спустись с небес Но в какой-то момент это стало гиперпопулярно Бумом стало Когда Елена Блиновская, Аяша Бодинов, Тиньков Начали говорить про цели И в этот же момент стало огромное количество успешных людей Потому что в основе всего стоят цели Когда человек не имеет цели Он не ищет инструмента достижения Значит, и бизнесы не развиваются А зачем? Нет уже цели, да? Раньше цель большая какая была? Там вот как мы разговаривали сегодня На похороны скопить, на учебу ребенку Да, это вот такие цели были Целью всей жизни ставили Звучит грандиозно, согласен Но основой своей жизни этого не ставили Именно цели и полагания И вот эти люди Они начали в первую очередь учить целям Научили мечты превращать цель Потому что мечта, что это такое? Это облако, да? Я мечтаю о Мальдивах Я там мечтаю отучиться В каком-то определенном институте Это мечта Это когда-либо непонятно Когда, каким образом Какими инструментами достижения А цель это конкретно, что вы хотите В какой форме хотите Когда хотите, да? И какими инструментами вы будете достигать И вот когда вашему мозгу настройки Правильно заданы, да? Вы понимаете, как ваша машина поедет Если представьте, вы сели Что такое мечта и цель, да? Вот ваша машина, это ваше тело Вы сели без навигатора В чужой стране, в чужой дороге И вам нужно куда-то доехать Как вы доедете? Это очень непростой вопрос И далеко ли вы доедете А представьте, еще туман Это как, знаете, туман перед целью Не понимаешь, как это делать Тоже самый туман Насколько быстро вы доедете И представьте второй момент Что в вашей машине Во второй машине, например Поставлен GPS-навигатор И вы можете точно задать параметры Куда вы хотите приехать И он показывает самый короткий путь И показывает, насколько быстро вы приедете Например, пишет через 2 часа Даже если он пишет через 2 часа Вы можете приехать через полтора часа Прибавить скорость Не останавливаться Вы уже сами подкорректируете Пока едете Насколько, какая машина Впервые приедете к этой точке B Первая машина, которая не знает куда Ей нужно понять, куда доехать У нее нет понимания, как ехать Какая дорога Куда ведет дорога Что больше будет останавливаться Нервничать, перегореть И вторая машина Которая просто задала параметры Правильно навигатору Приедет даже быстрее, чем сам навигатор Говорит Вот и так и в жизни Пока ваш мозг точно не понимает Как вашу мечту превратить в цель Он не придет к этой точке Он будет все время вас уводить Будет создавать причину Зачем это вам не нужно Будет все время оправдание придумать Зачем вы не достигли эту цель Вот цель Конкретно прописанная Правильно прописанная цель Это правильная установка во Вселенную И ваш мозг Поэтому все бизнес-тренера Все свои курсы Начинают в первую очередь Не с инструментов А с задаванием параметров В вашей голове И логичный вопрос А как же задать правильно Параметр в своей голове? Первое, что я бы рекомендовала вам Это написать 101 цель Когда вы садитесь Писать 101 цель Первые 30 целей Они даются легко Потому что это Навязаны нам цели Государства, родителей, друзей Общества Самое главное Не писать в них Погашение кредита Или желание за другого человека Я хочу, чтобы мама была здоровой Вот таких целей нельзя писать Только касающиеся вас А последующие 70 целей Они даются настолько тяжело Могу по себе сказать Я 15 лет подряд пишу 101 цель И каждый раз после 30 целей У меня мой мозг начинает отрицать Я человек, который не моет посуду Не любитель готовить Я начинаю хотеть мыть посуду Хотеть готовить Спать Есть Все, что только не писать Последующие 70 целей Почему? Потому что мы вытаскиваем глубины Наши цели И мозг понимает Что ему придется до этих целей Ехать А он у нас такой ленивый орган Который все время будет искать Повода, чтобы этого не делать Поэтому последующие 70 целей Мы задаем параметры Опять же нашему навигатору И самое главное Каким образом писать В настоящем времени Задаем Например Полететь Я полетела на Мальдивы За наличные Заработанные деньги Обязательно пишите Потому что может быть в кредит вам Или подарят Может быть вы хотите Чтобы вам подарили этот момент С кем-то вы полетели С любимым человеком Чем больше вы параметров скажете Чем больше подробностей О своей цели напишите Тем легче Вселенная будет осуществить Потому что Это опять же помним До точки B Доехать Это Вселенная Вам помогает доехать Ваш мозг помогает И чем меньше параметров Тем он разными путями Вас может завести И может даже тупик завести Поэтому Больше пишем Подробнее описываем Представьте Что вы задаете Вселенная говорит Вселенная говорит Я готова у тебя все осуществить Скажи мне точно Что ты хочешь Поэтому чем больше вы пишете Тем быстрее это осуществится Следующий параметр Который нужно задать Это коллаж желания И дневник самопрограммирования Начну с коллажа желания Нужно чтобы вы свои цели увидели Чтобы вам это нравилось Вы уже окунулись Посмотрели на фотографии И вы окунулись Чтобы еще ближе это понять Посмотрите фильм Секрет Он очень объективно показывает Как мужчина хотел очень сильно машину Он даже себе прописал Но потом он еще это представлял Сейчас есть инструменты Огромное количество Это интернете Скачать ваши желания Например те же Мальдивы Возьмите Мальдивы Как вы купаетесь С теми же акулами Какой у вас домик Какой у вас там пол Больше нам клеить И чем больше вы накала Желаний клеите Тем быстрее это сбывается Расскажу даже о своем желании Как мы сейчас Даже с Русланом боремся Кто больше наклеит На ватман Своих коллажей желаний Первый коллаж желаний Когда мы делали Мы просто вырезали журнал У нас даже не было возможности Распечатать У нас не было денег И на одном из обложки журналов Была парочка Которая держалась за руку И шла напротив Эфелевую башню И написано Париж в подарок Вот прям с такой аффирмацией Мы вырезали Это сейчас я уже понимаю Что это аффирмации Вырезали и наклеили И вы знаете На одной из ярмар Рождественских Мы просто заполняем лотерею Все люди Которые заходят На ярмарку Заполняют лотерейку И я заполнила И вы представляете Я не успевая прилететь домой У меня до сих пор Это письмо есть Не успевая прилететь домой У меня приходит письмо Париж в подарок Вот прям вот такой фразы приходит Госпожа Гульнас Халимова Вы выиграли путевку в Париж в подарок И у нас есть фотография С Русланом Такая же фотография Как на коллаже желания Как я иду И эйфелевая башня Перед глазами Она светится Сейчас это модно Конечно делать А вот у нас Тогда фотография Такая конечно расплывчатая Но она сбылась Машина Мы хотели очень сильно Красную Ауди Но на тот момент Ауди Ку 5 А мы ездили на девятке И ровно через месяц Когда мы на этот коллаж желания Приклеили Из девятки Ржавой девятки Которой было 31 год На тот момент Даже старше чем я Мы пересели на Ауди Ку 5 А что так можно было что ли Это новенькая машина Красная С белым салоном Какая была приклеена Поэтому когда вы записали Приклеиваем Мы начинаем видеть свои желания Мозг видит цель Знаете Это как от столба к столбу ехать Вы начинаете видеть Куда вы едете И дневник самопрограммирования Он поддерживает допинг К вашим целям Каждый день Вы каждый день будете Написать Свой дневник самопрограммирования Я даже Знаете Многие пишут Один раз в месяц Я рекомендую Первый год Переписывать его каждый день Просто записали Не посматривая Прошлый день Что вы писали Начните каждый день писать И ваш мозг Повторяя 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 Это знаете Есть такая поговорка Что когда Если человеку Говорит Ты дурак Ты дурак Он поверит В какой-то момент И станет дураком А если ребенку Говорит Ты гений Ты гений Он станет гением Вот то же самое Вы мозгу Повторяя Одну и ту же цель Их даже если Сто штук То мозг Начинает Понимать Что он уже В этом Он Делать Быть Состояние И иметь Равно Поэтому коллаж Желаний Обязательно Один раз В год В три месяца Один раз Можно делать Повторять И дневник Самопрограммирования Это второй параметр Который нужно Выполнять Чтобы ваш GPS не ошибся И привел вас Точно к вашей цели И следующие параметры Это слушать Смотреть Что вы смотрите Что вы слушаете Например О Мальдивах Постарайтесь Хотя бы один раз в день Даже пока что-то готовите Включите О Мальдивах Посмотрите О Мальдивах Видеоролик Огромное количество Сейчас на ютубе Медитацию Об этом О исполнении Желаний Послушайте Я не знаю Кино Где связано С путешествиями Потому что Есть у меня знакомые Которые смотрят Например Про криминал И там Про зэков Что она притянет Человек Постоянно Будет себя Как банка С огурцами Мариновать С этой информацией Если вы даже Два параметра Делаете Но смотрите Негатив То это все Будет не работать Поэтому мы с вами Если мы хотим Чтобы наши цели Стали ближе к нам Мы начинаем Слушать об этих целях Мы начинаем Слушать успешных людей Подкастов Каждый день Свой мозг кормим И второй момент Убираем Убираем весь негатив Наш мозг Должен просаливаться Все вокруг Должно напоминать О наших целях Все Люди Звуки Медитации Кино Все Смотрим об этом Я на один год Знаете Как наркоман Который Моральный наркоман Из обычного народа Который Любит слухи Интриги Расследования Криминал Я тоже Это все убрала Я смотрела Только фильмы Об успехе Смотрела Фильмы И книги Читала Только о достижении Цели Таким образом Вот я результат Всех этих трех пунктов Почему они важны Как они работают И по какому принципу Выбирались эти этапы Как они работают Это вообще С психологией даже взято Есть у нас Три способа Восприятия этого мира Это кинестетика Когда вы записываете Наш мозг Воспринимает через пальцы Когда мы ему задаем Таким образом Параменты Потом визуал Визуально Кала желания Мы с вами видим Наши цели И аудиалы Это люди Которые слышат Потому что с вами По разному воспринимаем Но есть из трех Каналов Подавать информацию Это ваш мозг Понимает Что это моя реальность Он сначала верит В это То что это его реальность Потом он идет К этим целям Поэтому здесь Очень важно Чтобы вы взяли Все эти три инструмента Применили на своей жизни Может быть через не хочу Как я например Спать захотите Есть захотите Там помыть посуду Захотите Начните работать Над своими мозгами Сейчас работая Сейчас работая Над своими целями Вы будете получать Уже свои Эти плоды Пожизненно Потому что Один раз Задав правильно Навигацию Вы постоянно К ним Сумеете Исправлять Навигацию Сумеете Задавать правильно Потому что мозг Это будет воспринимать Нормой В вашей жизни Сейчас норма Возможно Если вы не имеете Те цели Которые хотите Норма От случая к случаю С морковкой Сзади работать Научитесь работать С морковкой Спереди И морковка Сзади Никогда не возникнет У вас Поэтому Подписывайтесь На мой канал Ставьте лайки Пишите Что вас Затригерила Возможность Что вас Зацепила Что вы Нового узнали Для меня Ваша Обратная связь Она тоже важна